Субтитры сделал DimaTorzok Боевые медоеды Боевые медоеды, братья и сестры в медоедском учении Начинаем наш пятничный эфир И у нас сегодня традиционно Сергей Датюк, Сергей Акадьевич Пришел с тортом, торт медовицы, насколько я понимаю Да, это для медоедов И кофе с медом Да, решили пока еще пожаровать, пока есть свет И возможность, так сказать, нагреть чай И донести благую весть Поэтому работаем Работаем, несмотря ни на что И тут сразу вопрос Это не отсылка на сериал Конечно, отсылка на сериал Ну, о чем вы говорите Конечно же, мы решили обыграть задачу трех тел Которая у нас Этот сериал, который сейчас на Нетфликсе идет На основе лица синяя книжки Которая вышла, по-моему, в 2006 году Вот И как раз на хвыле буквально вчера я ставил Да, вчера Я ставил статью Сергея Баркара Которая, в принципе, тоже как бы схожим образом называется Проблема трех тел Как украине не заблудиться в трех соснах И он очень неплохо обыграл этот сериал Поставил очень хорошие вопросы Поэтому всем советую этот текст прочитать Я ссылку кинул сейчас в чат А Сергей Аркадьевич решил дополнить Еще двумя сериалами важными Один документальный поворотный момент Который тоже на Нетфликсе Атомная бомба и холодная война Да, атомная бомба и холодная война Блестящий американский сериал Вот И третий сериал ГДР Да Российский Да Вот я его, к сожалению, не посмотрел Но Сергей Аркадьевич говорит, что это такой жирок Итак Почему Почему мы заострили на них внимание Мы имеем дело с тремя рефлексиями От России От Запада Я от Китая Да, я от Китая Начнем с российского сериала ГДР ГДР сериал про Собственно столкновение Германии И про тот период Про падение берлинской стены Про штази Про действия Советского КГБ На территории ГДР По своей задачей Попытка Изобличить Собственно шпиона Попытка Противодействовать Возникшему И всеувеличивающемуся Влиянию Американского ЦРУ И Попытка Рефлексии Вообще Вот этих вот последних Лет Советского Союза Насколько адекватен Этот сериал ГДР Прежде всего там Фактологически При определенных Допущениях Художества Все более-менее точно В стилистике И в дискурсе Откровенная Наглая ложь В чем ложь Ну прежде всего Рефреном В начале каждой серии Звучит речь Горбачева Где он говорит Что Не они развязали Противостояние Что Варшавский договор Был создан через несколько лет После создания НАТО При этом конечно же Как это обычно делают Любые стороны Любые стороны Когда они хотят Что-то проанализировать Они приукрашивают Собственные Деяния И Пытаются Создать негативную картину Чужих Деяний В чем суть Раскола После Второй мировой войны Вот Сразу Закончилась Вторая мировая война И какой раскол возник Суть раскола в том Что Сталин Считал Что Траты И жертвы Советского Союза Неизменимо больше Чем Британия И США И поэтому Они имеют Больше прав На пользование Результатами войны И Когда Из трех Зон Западного Берлина Американской Британской И французской Соединили Западный Берлин И Советский Берлин Что Сделал Советский Союз Во-первых Стену Во-вторых Блокаду Западного Берлина То есть Буквально Чтобы люди В Западном Берлине Подохли с голоду То есть Перекрыл Авиа Перекрыл Сообщение Поездом И сообщение Автобусами Осталось Стукавые Сообщение И Запад В частности Америка Самолетами Доставлял Еду И Собственно Такие Фактически Несоюзнические Действия Разломали Фактически Военную Коалицию США Британии И Советской Союзной Горбачев Горбачев Об этом Не говорит Что Именно Это Являлось Непосредственной Причиной Создания НАТО И Фултонская Речь Черчилля Посвящена Этому Где впервые Звучит Словосочетание Железный Занавес Вот ты Кстати Знаешь Что такое Железный Занавес Что это такое Железный Занавес Опускается На Европу От Севера На Юг До Триеста От Одера До Триеста Что значит Опускается Кто его Опускает Советский Союз Да Железный Занавес Это то Что создает Советский Союз То есть Не Запад Построил Стену А Советский Союз Не Запад Создал Железный Занавес А Советский Союз Создал Железный Занавес То есть Это Сталин И тут Я впервые Употреблю Это представление В концепте Доминирования Разрушил Военную Союз Который Действовал На всем Протяжении Войны Не Запад Сталин И на Разрушение Сталином Этого Союза В противовес Было понятно Что Сталин Ведет Политику Конфронтации Как ответ Был осознан НАТО А потом В ответ На создание НАТО Был создан Уже Варшавский Договор То есть В этом Смысле Звучит Первое Вранье Этого Сериала Там же Каждая Серия Начинается С этого С этой Речи Горбачева Которая Утверждает Что это Не мы Это вы Ну точно Такая И Путин Да И как бы Там нигде Путина Не показывают В этом Сериале Ну понятно Ну понятно Что это Сериал Создан Для того Чтобы Подтвердить Нынешнюю Политику России Второе Вранье В сериале Открыто Проводится Показ Да Впервые Так ярко Показывается Собственно Разговоры Горбачева И Шварднадзе Которые Ни словом Не говорят Такие слова Как Социализм Капитализм Коммунизм Исключительно Говорят В русле Реалполитик Исключительно Они Обеспокоены Только тем Чтобы Создать Своё Присутствие В идеале Доминирование В Европе И Горбачев Видит себя Тем Кто Будет Управлять Европой Единой Европой Управлять Единой Европой То есть Во-первых Это неправда Потому что Я уже То время Хорошо помню Я помню Что 80% Времени В любых Местах А я побывал Тогда Будучи уже Студентом Востовского факультета Во всех местах Включая И однажды ЦК Пригласили Нас Проанализировать Что Происходит Уже Где-то 90-е годы 90-е уже Год Был Потому что Откровенно Не понимали Что происходит Может выйти По философам Молодым Объясните И поверь мне 90% Времени Тогда Говорили Именно Социализме Капитализме Коммунизме С человеческим Бесчеловеческого Лица Если у Марксизма Какой-то Об этом Шел разговор В фильме Об этом Ни Горбачев Ни Шарнадзе Никто Не говорит Все говорят Современным Языком Как вроде Уже тогда Они говорили Современным Языком Но теперь Смотри Здесь нужно Важно отметить Побел Который В общем-то Был за кулисами Перестройки Это то Что КГБ Значит Партнер Минуклатура Которая Активно Ездила За Гролицу Но прежде всего КГБ Которые Десятилетиями Вели Операции На Западе Открыли И вообще По всему миру Открыли Там банки Через эти банки Качались Различные Деньги Нефтедоллары Там Все что поступало Как бы Отвлечья торговля России Плюс Советского Союза Пардон Плюс Те деньги Которые Крутились В помощь Социалистическим Странам Все это Требовало Необходимости Создавать Соответствующую Финансово Экономическую Инфраструктуру Глобальную Точно так же Как ИГИЛ Там Или Я не знаю Любые другие Сетевые Организации Современные Они работают Под оба Оба Через Исламский Банкинг Так вот Меня не удивляет Что КГБ Не говорят Про социализм И капитализм Они и не говорили Вот Так я же К этому и веду Говорят Им не говорят Именно Горбачев И Шевернадзе Так вот Я к этому и веду Что И Шевернадзе И Горбачев Были Продуктом Вот этой Кагибистской Группы Которая Понимала Что необходимо Запустить Модернизацию Советского Союза Таким образом Чтобы Собственно говоря Сделать то Что сделал Китай То есть Ты хочешь сказать Что разговор О всякой Социалистической Прелест Это был Разговор Пульзубедник То есть Для толпы Горбачев Выходил Говорил социализм Он заходил Кабинет И говорил Бару То что Так же Как Путин Выступая На широкую публику Говорит одно А с западом Они говорят Абсолютно На таком же языке Реалполитик На котором Они говорят Вот в этом сериале Вот и все Хорошо Это замечание Принимается Но все равно Ну и третье Это конечно Современная Западная Стилистика Там некоторые Ну в основном Главный герой И его Говорят Современным Языком Современными Интонациями Которые тогда В принципе Отсутствовали КГБ Вот этот Приглушенный Звук голоса Выделение Главного И нереагирование Это неправда Я читал Суворова Я прекрасно Представляю Как себе Как говорили В разведывательном Управлении Как говорили В КГБ Это просто неправда Там были Реальные Живые люди Они не говорили Так как говорят В Голливуде Никогда Что же касается Фактологических моментов Участия Штази И так далее Ну как бы Это художественные Как бы Вольности Тут я Ничего не буду Говорить Про это Или там Что вот Когда Русто Не сбили Помнишь Он сел То В В салоне Самолета Было обнаружено Биологическое оружие Именно поэтому Его не сбили Ну это Художественные вольности Было там Это биологическое оружие Не было Ну авторы считают Что было Может когда-то И сообщают Что действительно было Это все художественные Вольности Как бы Но Этот сериал Показывает Что Дискурс Доминирования Проложенный Поверх Коммунизма Вполне Допускался Марксизмом Таковым Марксизм Он же о чем Он О гегемонии Не проториата То есть Эта установка Обшита Вовнутрь Марксизма Поэтому Ничего Удивительного В том Что Коммунизм И силы Которые являются Коммунистическими Должны доминировать В мире То есть быть Гегемоном Нет То есть Возможно Россия и приняла Дискурс Марксизма Потому что Он был Гегемонистским Это классовая Гегемония Но все равно Гегемония Сегодня Попытка Путина Переключить Это на Российскую Гегемонию Выглядит Слабой Потому что За этим Не стоит Никаких Идей Которые Ну Вынесены Вовне Которые Имеют Хотя бы Квази Трансценденцию Потому что Ну Полинная Трансценденция Это когда Ты выходишь В план Божественный В план Блага А коммунизм Это Квази Трансценденция Потому что Ну что такое Коммунизм Это Как бы Очень такое Социализированное Представление Общности Там Ни божественного Ни иного Там Ничего нет Ну Квази Да Это Что-то Такое Недостижимое Квази Трансценденция Там Может быть Но Вот Именно Гегемонистская Суть Коммунистического Учения Она Изначально Марксизм И была Потом Хабер Мас Попытался Смягчить Кафос Коммунистической теории В том Что она Гегемонистская Поретария всех стран Объединитесь И ударьте По всяким Буржуа Это Это Сила А вот Коммуникативизм Договаривание Это Вот это Уже Что такое Бессильное Бесперспективное Ну Как бы Понимаешь Вот как бы Теряется Вот то Что понравилось Даже Не России А в общем-то Многим Славянским Народом Потому что Как бы Позволило Установить Вот этот Димон Домиационный Концепт Или концепт Доминирования И в этом смысле Я вижу Что Сериал ГДР Это Слабая Рефлексия Это Отсутствие Мысли Это Аргументация Того Что мы Все делали Правильно Со стороны России Это Попытка Длить Это Доминирование В виде Гегемонии Только На место Коммунистического Доминирования Теперь Предложен Русский Мир На месте Полного Доминирования Сказать Что мы Должны Быть Среди Гегемонов Да Не Не США Гегемон А Гегемония На троих На двоих А то и на троих И обоснование Того Почему Россия Сейчас проводит Экспансию На запад Потому что Апеллируя К разделу Гербалии Апеллируя К тем Ребелам Они говорят Что мы Тогда с вами Договорились О конструкции Которую Вы сами Нарушили Поэтому Заметь Это то Что Россия Делает Всегда Она говорит Что никаких Революций Самих По себе Нет Это все Происки Запада Отрицая Собственно Базовый тезис Марксизма Что революция Имеет Социальное Условие Революция Это не Продукт Спецслужбы Как продукт Спецслужбы Она Ну Ты можешь Штурм Зимнего провести Ты можешь Людей на улицу Вести Но Не имея Поддержки Масс Ты не Проделаешь Этих Социальных Превозований То что Фидель Кастро В своих Мемуарах В форме Диалога Говорит Что Любая Настоящая Революция Она всегда Является Продуктом Внутренних Процессов И Извне Ее провести Невозможно Ну Он В этом Толк Знал И вот Сегодня Россия Пробует Пойти По пути Прежде всего Элитаризма По пути Реалполитик Сословного Общества Да Олигархически Сословного Общества И по большому Счету Рефлексии Произошедшего С ней Нет Она считает Что это Катастрофа То что Произошло С Советским Союзом Она считает Что катастрофа Инспирирована Западом Она считает Что Это Несправедливо Она считает Что нужен Реванш Что справедливость Должна быть Восстановлена То есть Ребята Ничему Не научились Ничему И в этом Смысле Сериал Документальный Поворотный момент Атомная бомба И вторая Мирова И война Выглядит Намного лучше Я не говорю Идеально Я говорю Намного лучше Там есть критика В отношении Того что делали Соединенные Штаты И Запад В целом Там есть критический Взгляд На то что происходило В Советском Союзе И на На то что происходило В Украине То есть Идет Беспристрастная Попытка Анализа Конечно Там не делается Обобщение Потому что То что они называют Обобщением Это то чем у нас Научила Холодная война Это не обобщение Это попытка Ковырения Холодной войны Языком Холодной войны Или как бы Языком Который Недалеко Ушел От холодной Войны И Нет возможности Посмотреть На ядерное Оружие Как на Принципиальный Момент Доминирования То есть Что такое Ядерное Оружие С точки зрения Американских Соединенных Штатов Стало понятно В 45-м Году Когда Они Изобрели Они Создали Рент Заметим Рент Создают Военно-воздушные Силы США Не Интеллижент Сервис Как в Британии То есть Как бы Группа Каких-то Интеллектуалов С аристократическими Происхождениями Замашками ВВС Военно-воздушные Силы Знаешь Можно объяснить Почему Потому что Сейчас же На Нетфликсе Есть Абсолютно Ой Не на Нетфликсе Пардон На Эпл ТВ Идет Абсолютно Великолепный Сериал Властелины Воздуха Всем советую Посмотреть Как раз О Военно-воздушных Силах О бомбардировках Стратегических Германии Американцами Б-17 И там Всего лишь 9 серий 200 миллионов Долларов Бюджет Они очень Хорошо Вложились Вообще В контекст Потом Вышел фильм Который Рассказывает О сотой Группе Бомбардировочной Так вот Там очень Хорошо Показано Что такое Математика Войны И Появление Ренда Это как раз Является Следствием Того Что Во время Войны ВВС Вынуждены Были Тщательно Обсчитывать Стоимость Каждого Рейда Необходимость Ресурсов Которые Нужно Подтелуть Понимание Нюансов Самых Различных Для того Чтобы Рейд Был Успешно Начала От Метеорологии Заканчивая Особенности Архитектурами Которые Как бы Там На местах Вот И Вот В этом Сериале Это Очень Классно Все Показывало И Поэтому ВВС Пришли К Необходимости Просчетов Нет У меня Ну Это Допустимый Ответ Но Мой Ответ Будет Другой Давай ВВС Это Те силы Которые Бомбардируют Ядерным Оружием И У них Возник Вопрос Какие Такие Цели Стоят Чтобы Применить Ядерное Оружие Они Имели Во время Второй Мировой Войны Они С этим Столкнулись Они С этим Непосредственно Столкнулись Они Имели Только Один Прецедент Применение Против Японии Культура Культура Которой Не Позволяла Потерять Лицо Что Говорила Им Япония Вы Не Возьмете Ни Один Наш Город Потому Что Каждый Горжанин Будет Против Вас Воевать Мы Умем Все Мы Забрем Очень Много Ваших Жизней Когда Вы Будете Брать Каждый Город Американцы Посчитали Что Это Действительно Очень Обременительно Миллион Человек Должны Не Были Потерять И Они Сделали Так Раз И Города Нет Как Вы Их Потери Нулевые Нет Ну Что Вы Готовы На Переговор Не Не Готов Хорошо Раз И Второго Города Нет Ну Как Японцы Поняли Что Это Игра Им Не Выгодно То Есть Считается Что Именно Такое Состояние Культуры Или Такая Культурная Установка На Не Потерять Лицо Позволила Вывести Целый Народ На Предел Чтобы Они Выбирали Потерять Лицо Или Потерять Все И В Такой Логике Получалось Что Они Могут Капитулировать Потеряв Лицо Но Не Потерять Все То То Есть Ядерное Оружие Поменяло Культурную Установку То Какие Еще Такие Подходы Или Цели Могут Быть Чтобы Было Применено Ядерное Оружие То есть Ядерное Оружие Это тот Предел Прикасаясь Которому Ты Не Можешь Не Измениться Вот Сейчас Смотри Мы Рассуждаем Будет Ядерная Война Или Не Будет И Мы С тобой Не Разу В Этой Студии Говорили Что Ядерной Войны Может Не Быть Внимание А удар Ядерный По Украине Может Быть Готова Ли Украина Осознать Осознать Что Она Является Жертвой Этой Войны И Потеря Ею Лица Может Спасти Мир Вот Готова Украина Или Нет Это Вопрос За Пределами Национального Этот Вопрос За Пределами Государственного Это Общечеловеческий Вопрос То есть Вопрос Мы Доросли До Этого Вообще Человеческий Вопрос Если Надо Будет Сохранить Мир От Предохранить Мир От Ядерной Войны Украина Готова Потерять Лицо Очень Простой Вопрос Даже Другой Вопрос Если Нужно Сохраниться Да Потерял Влицо Да Как Япония Да Потому Что Япония Не решала Вопрос Сохранения Она Решала Вопрос Сохранения Самой Себя Ну Она Вначале Думала Что Это Вопрос Сохранили Лицца А Потом Оказалось Что Они Переключили Смотри Внутри Национального Концепта Ответ На вопрос Просто Пусть Погибнет Мир Но Живет Украина Нация Абсолютна Вот Это Вот Этот Вот Момент Он Является Предельным Для Национального Содержания Что Ты Думаешь Про Мир Ничего Я Хочу Сбережать Моя Нация Хай Ген Освит И Другая Постановка Нет Пусть Мир Живет А Нация Может Поделять Лицо Это Совсем Другая Постановка Вопрос Вот Между Этими Представлениями Ну Смотри Здесь Есть Еще Одна Позиция Которая Которая Важна Это Реальные Мотивации Властной Группы Которая Прикрывается Первой Установкой По поводу Нации Для того Чтобы Не потерять Власть И Это Ключевая Установка В этой Ситуации Элитные Группы Могут Принудить Потому Что Им Есть Что Терять Народ Принудить Нельзя Например Смотри Уничтожается Все Мы В руинах У нас Нет Нормальной Экономической Жизни Элиты Давно Продались Там Тебе Пообещали Одному Пообещали Там Капиталы Изближены Там Ты Будешь Иметь Собственность Все Элиты Продались Их Нет Политиков Тоже Заставили Тоже Есть Ниточки За Которые Подергать Народ Нельзя Дергать За Ниточки Когда Народ Потерял Все Его За Ниточки Больше Дергать Нельзя Он Перед Эксенциальным Выбором И Вот Тут Появляется Этот Вопрос Стать Жертвой И Удержать Мир От Ядерной Войны Или Ну Грубо Говоря Создать Такие Проблемы России Что Она Вынуждена Будет Применить Ядерное Оружие И Развязать Ядерную Войну То Что Нам Делать Этот Вопрос То На этот Вопрос Можно Закрыть Глаза Например Как Всегда Скажут Ничего Такого Не Будет Как У Нас Обычно Что Ты Такое Придумал Ничего Такого Не Будет Смотри Вот Путина Убираем Завтра Россия Распада Как Обычно Я Говорил Говорили Это Что Вы Говорите Про Эвакуацию Харькова Уже Сегодня Нанесли Удары Поэтому Я Обычно Прекращаю Разговоры С людьми Гидроузлами С людьми У которых Нет Воображения Говорить О Воображаемых Сценариях Бесполезно Потому Что То Что Сегодня Воображаемый Сценарий Завтра Вполне Реальный Сценарий Вполне Реальный Сценарий Смотри Вопрос От Зрителей Зрители По Эфир Уже Больше Трех Тысяч Смотрят И Должно Смотреть Еще Больше Хотя Б Пятерка Михаил Честовбук Пишет А разве Украина Стоит Вопрос Сохранения Лица У нас Стоит Как раз Вопрос Сохраниться Как Суверенное Государство Тогда Получается Вопрос Такой Готова Ли Украина Потерять Все Или Потерять Суверенитет А я Для РФ Поставил Вопрос Потеря Лица Или Потеря Всего Смотри Суверенитет Украина Никогда Не имела Летом Прошлого Года Я написал Работу Где Показал Вот Всю Иллюзию Вот Эта Граница 91 Года Я Показал Что Да В 91 Году Были Границы А скажите Мне Какой Суверенитет Был Экономический Был Но Все Цело Зависели От Энергоносития Не Было А Информационный Суверенитет Был Да Тут Большинство Каналов Собственно Это Были Филии Российского Телевидения А Какой Суверенитет А Может Политический Суверенитет Был И Политический Не Было Потому Что Парламент Как Б Постоянно Колебался В силу Того Что Российских Политических Сил Было Ну То Больше То Меньше Чем У То Где Этот Суверенитет Был Осуществлять Давить Но Мы же Его Делали Неумно Мы же Поставили Что Украинская Культура Это Антироссийскость То есть Даже Не про Украинскость Не украинская А антироссийскость То есть И это Ситуация Когда У тебя Рядом Ядерное Государство А ты Полным Ходом Уничтожаешь Военную Промышленность Свою Армию Свои Как бы Способности К войне И так далее И так далее И при этом Вот как бы Собственно Установка На Украинизацию В этом смысле А когда Крым Был отжат Так никто Тоже не сказал Что Суверенитет Потерян А когда Донецкий Луганск Были частично Оккупированы Тоже Никто Не говорил Что Украина Расколта То есть Мы постоянно Делали вид Что все Как всегда А мы При этом Осуществляем Собственно Украинский Проект Но это же Не правда Ни в одной Ни в один момент Этого суверенитета Не было Ни в один момент В этом смысле В этой работе На которую я ссылаюсь По поводу Стратегии Подлинная Стратегия Это обретение Экономического Социального Культурного Гражданского Стратегического Суверенитета Это другой Тип задач Не военный Во время Войны У нас возник Стратегический Суверенитет Нет Осознание Того Что Атамания Является Плохой Гуманитарной Технологией Не произошло Смотри Атамания На фронте Атамания С точки зрения Волонтерства И мы Как бы Выставили Подпорки Под государство Которое Плохо делает И то и другое Но Кабу 3000 Все равно Какая у тебя Атамания В конечном Счете Вот Баркар Этот текст Написал Он сказал Что нет Вундервафли Которая Может переломить Войну В конечном Счете Все решает Простой вопрос У кого Дубина Больше Ну смотри На самом деле Я с ними Согласен В том плане Что Украина Например Она переломила Ход войны На Черном море Да Применяя дроны Юр Ну Ты 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 купился На пропагандистскую Штуку Где переломила Что не выходят Сейчас Ракетоносцы В Черное море Во первых Их выходит меньше Потому что Часть утоплена Нет Ну постой Ну да Меньше Еще не стреляют Не ну так стреляют Одно Ну постой Что тогда переломило Да Что-то мы потопили Подожди И еще больше потоп Подожди Переломило Это когда флот Военно-морской флот Всего более России Заперт По сути Он способен проводить Ограниченные операции Это уменьшило бомбардировки По сравнению с Подожди Это очень существовало Потому что Из западной части Черного моря Он был вытеснен Это позволило Открыть морской коридор По которому сейчас идет И сейчас 150 кораблей Стоит на подходе К портам Дуна Услышь то что я говорю Не не Если Ты имеешь дело С Разветвленной Сетью Инициатив Ты в одном месте Что-то Убираешь Оно компенсируется В другом месте Подожди я тебе просто говорю о том Что наша проблема в том Что Да Ты правильно сказал Разветвленная Сетка инициатив Которая Не плохо Координируется Либо вообще не координируется В рамках какой-то Общей стратегии Потому что она отсутствует Да Так вот Способна ли Украина Вундервафлю создать Способна Нет Потому что Смотри Она Вундервафлю в этой войне Уже применила На море Расскажу почему Вундервафля работает Когда ты вокруг Вундервафля выстраиваешь Логистику Организацию Целеприменение Ряд набора целей И говоришь А результатом Будет вот такой Который враг Вообще не понимает Все правильно Вот тогда это работает Все Просто применение Вундервафли Те дают тактические Преимущества Смотри Все правильно Просто я тебе говорю следующее Способна ли Украина Способна Нет Стратегически не способна Вундервафлю способна Технологически Да Да Технологически способна Организационно На сегодняшнем этапе нет Да Смотри И вот этот фильм Я имею ввиду Документальный Американский Показывает Что Да Мы были Там Несколько таких моментов На самом деле Не один поворотный момент В этом фильме Один поворотный момент Это Карибский кризис Второй поворотный момент Начало Восьмидесятых Приход Горбачева Снимает Ядерное напряжение И третий Поворотный момент Угадаешь Или нет Какой третий Поворотный момент Я выделил его Они его не заметили Этот поворотный момент Он им не выгоден Это Время между 2000 И 2003 Годом В 2000 Году Когда Путин Избрался Он действительно Поверил во всю Эту демократическую хрень Ну или сделал вид Что Поверил После 2001 Года Когда шарахнули Башни Близнецы И все такое Он приехал И говорит Смотрите У нас общий враг У нас общий враг Это терроризм Давайте вместе 2003 год Начинается Война в враге И Путин понимает Да они плевать хотели Подожди На самом деле На самом деле Путин еще Долгое время Они базу Давали Подскока И НАТОвские Транспорти Которые летели В Афганистан До 2007 года У него были иллюзии В 2007 Мюнхене Он вышел И сказал У меня иллюзий Больше нет Нету никакой Демократии Вы не хотите Нас Видеть Как равных Вы не собираетесь С нами сотрудничать Вы собираетесь Продавливать Свою Поэтому я тоже Буду продавливать Свою Вот этот вот период С 2000 по 2007 Внимание Запад показал Что он не хочет Никакого равновесного мера Это был поворотный момент Да Вот с моей точки зрения 2000-2007 Это был поворотный момент А теперь смотри В этот поворотный момент Что еще формировалось В этот поворотный момент Формировала сила Китая Который как раз набирал вес Да А еще 2004 год Который Путин опознал Как западные технологии В Украине И так далее То есть там много было Моментов Когда он как бы дозревал То есть Путин же пришел Он же с открытым забралом шел Он говорит Да я демократ Да Я тут работаю с олигархами Я их как бы Под себя нагинаю Я по 50% У них Отстегиваю Да-да-да Все Да Но в принципе Я веду Россию к демократии То есть Я с этим разберусь Рано или поздно Все устаканится Он же верил в это Но смотри Это не отрицает того Что на самом деле Что это тоже было ширмой В какой-то степени Потому что русские Изначально закладывали Такую конструкцию И в саму государственность Украины И в характер отношений между Украиной Для того чтобы Когда появится Когда появится сила Отыгрывать все назад Поэтому они Не проводили Делимитацию границы До последнего момента Как бы там Да Они все время Они считали Что это внутренние Их вопросы Но вовне Они хотели Равновесия Ну Не равновесия Признание себя равными Так это их Разговора на равных Подожди Так это их же Базовая болезнь Да То есть Они же всегда Хотят Западу доказать Что они Не вторичны По отношению К западу Чего не скажешь Про Китай Тут мы переходим Уже к третьему Ну Как бы Слабенький Вот этот Сериал документальный Слабенький в выводах Выводы никчемные Выводы должны были В принципе Быть про доминирование Как таковое Как Что такое Ну Во-первых Что такое Сдерживание Что такое Мировое равновесие Как попытка Доминации Нарушает равновесие Кто это может Обнаружить Кто когда Вот смотри Они же говорят Про поворотные моменты Возникает вопрос Ребята В чем поворотный момент Они хитро Применяют термин Который В советском Союзе Ослабление Напряженности Разрядка Напряженности Ну это же Глупость Разрядка Напряженности Это Третья Производная От попытки Что какая-то Сволочь Это равновесие Всегда нарушает И другой Говорит Да не Ничего Я ничего Не нарушаю Это вы козлы Понимаешь Вот они Эти поворотные моменты Так и не поняли То есть Они сделали сериал В нем Очень много Таких Поворотных моментов Но они их Не проанализировали Они не поняли В чем это Поворотные Куда Поворачивается В моменте Не поняли То есть Рефлексия Недоделанная Теперь смотри Переходим Как бы Так осторожно Переходим Китаю Чтобы потом Все это вместе Сорудить По китайскому Сериалу Задача Трех тел У меня Очень много Рефлексий Во-первых Начнем Со стилистики Фильма Как и фильм Путешествующая Земля Там их Две серии Ты видел Обе Или только Первую Задачу Трех тел Не Другой Другой Фильм Путешествующая Земля Там где Земля Отрывается От солнечной Системы И улетает Костя Я не видел Вообще Может я Неправильное Название Его Помню Сейчас Сейчас Что там Гром Это не Самолеты Это Гром Да Так Смысл Путешествующая Земля Может я Неправильное Называю Сейчас Посмотрим А Блуждающая Земля Да Блуждающая Земля Блуждающая Земля Две Серии Та же Болезнь Китайский Или Желтый Расизм Доминирование То есть Есть Китай Все остальные Это те Кто Выполняет Распоряжение И Разговаривает Китаю В этом Сериале В трех Телах Во всяком случае Так как я увидел В самом сериале А не в книге Но думаю В книге То же самое Китай Главный Восемь Боевых Зон Все остальные Возникают Там как Болванчики Второй Момент Совершенное Неумение Это Прежде всего Люца Синя Работать Синым То есть У меня есть Две работы Где я Очень сильно Задумался Что такое Имение Дела Синым Это Одна Работа И в чем Парадоксальность Иного И почему Не удается Попытка Неимения Дела Синым Я это Очень мощно Разбирал Когда Люди Любые Не обязательно Китайцы Любые Сталкиваются С иным Важным Для человечества Что как правило Генерирует Человечество Международный Мыслящий Орган Который Обсуждает Что происходит Вдумайся Уже погибло Несколько Десятков Ученых Но ученые Вместо того Чтобы внутри себя Создать Орган Который Бо Возвал Ребята Ученые Всякий Раз Когда Вы Сталкиваетесь С какими То Необычными Вещами Делайте Это Гласным Публичным Мы Придем К вам На помощь И будем Вместе Обсуждать Этого Не происходит То есть Ученые Показаны Как Конченые Дебилы Повсеместно По всему Миру Второй Момент Хорошо Но не Хотите Вы Показывать Как Как В мире Показывайте Вы Мир Как Болванчиков На Экране Хорошо Ладно Но В самом Китае Можно Создать Такую Комиссию Которая Б Мы Кого Показывают Ученого Нанотехнолога И Полицейского Твою Мать То есть Не Отдельный Отдел В системе Подобная Как ЦРУ Или ФБР Или Интеллигент Сервис Мишест Где Собраны Люди Которые Сталкиваются С ситуациями Иным Полиция Не сталкивается С иным Ученые Современные Ученые С иным Не сталкиваются Столкновение С иным Переживает Очень Незначительный Процент Ученых Незначительный Процент Спецслужб Да В основном Это Это точно Не полицейский Да Даже Мишест Или Где Или Там Моссад Это Очень Небо Это Очень Специальные Люди Это Даже Не все Спецслужбы Это Очень Специальные Люди Которые Сталкиваются Иным Умеют Работать С ним В том Смысле Что Опознают Как С ним Работать Да И Мы Получаем Практически Ориенционную Немощь Люци Синя То есть Он Не Понимает Ну Это Не Первый Роман Обе Но Пикник На Обочине У Стругацкий Улема Солярис Это Это Не Первое Солкновение С Иным В Как Б Фантастики Пикники На Обочине Это Раскрывается Через Предпринимательскую Инициативу Сталкеров В зоне Которые Как-то Пытаются Это Обсуждать В Солярисе Там Вообще Те Кто Прилетают Выглядят Болванчиками Но Умный Солярис Понимает Что Он Для них Иное И он Посылает Им Знакомые Из Из Их Памяти Из Их Памяти Да Посылает Им Воплощенные Материально Образы Через Которые Работает С ними Да То есть Как бы Показано Как Можно Работать С иным Что Мы Видим Здесь Мы Видим Собственно Ну Дебилов Которые Вместе С дебилами Пытаются Иметь Дело С иным Но Что Мне Нравится В романе Люцесини Чего В этом Фильме Не звучит Я К сожалению Книжки Не смог Читать Потому Что Мне Показывалось Что Затянуто Очень Не Скоро Происходит Вот Эта Вся Развязка Ну Так По-китайски Все Да Смотри Глядя На То Что Показывают Китайцы Задачи Трех Тел Понимаешь Землянам Повезло Почему Повезло Землянам Потому Что У них Одно Солнце Как Начинается Физика Не только У нас Наверное В любой Системе Где Возникает Мыслящее Существо Первейшее Что Что Должно Дать Физика Это Предсказание Когда Садить Урожай Собирать Урожай Когда Прятаться И Дрожать От Холода Нагревать А Когда Выходить И радоваться Солнышку Если Физика Не делает Этих Первых Прогноз Нафиг Она Нужна И Никто Финансировать Не будет И Даже В такой Ситуации Появляется Куча Моделей Перед Тем Как Мы Понимаем Что Не Солнце Вращается А Земля Вокруг Солнца До Птолемея Там Еще Были Очень Много Всяческих Объяснений Но В конце Концов Коперник И Так Далее Приводят Наше Представление К Более Менее Адекватному То Есть В Простейшей Ситуации Двух Тел Нам Понадобились Тысячелетия Но Я Считаю Что Нам Повезло Представь Себе Что В твоем Мире Три Солнца И Ты Живешь В Вечном Мире Хаос Во Первых Люци Синь Впервые Легитимирует Хаос Как Возможное Космическое Состояние Мира Чего До Него Очень Немногие Фантасты Делали Задача Трехтел До сих Пор Не решена Она Поставлена Еще Там Насколько Мне удалось Понять Там До Шестнадцатого Века Но Первое Решение Предложил Эйлер Там Восемнадцатом Столетии Затем Лагранж Слышал Такое Точки Лагранжа Конечно Ну Вот Вот Земля А вот Луна Да Смотри Вот Земля Вот Луна Есть Точки Здесь На линии Землей Луной Здесь Между Луной И Землей И Здесь Тоже На одной Линии Три Точки Раз И Равновесие Между Землей Где-то Здесь И Где-то Здесь Есть Пять Точек Где Наступает Равновесие Исчисли Мое Которые Являются Особыми Точками То есть Пять Точек Затем Пуанкаре Ленивый Был В физике Он Большой Математике Но Физике Был Ленив Сказал Что Решить Это Невозможно Попытался Создать Общее Решение У него Не Вышло Ну В общем Он Сделал Предуготовление И Как бы В общем Скал Что Это Решение Не Поддается Верн Штрасс Ну Коанкаре С 892 По 898 Год Пытался С этим Разбираться Не Получилось Верн Штрасс Где-то В это же Время Формулирует Эту Задачу Для Всех Математиков Говорит А мы Можем Собственно Создать Полиномиальное Да То есть Как бы Из Многочлена Решение Оказалось Не Можем На сегодняшний день Общее Решение Представляет Собой Дифференциальное Уравнение Из Тремя Строчками Тремя Как бы Неизвестными Гравитационной Постоянной И Такими Интересными Вещами Кью С двумя Точками То есть Вторая Производная То есть Ничего Такого Всего Лишь Вторая Производная То есть Дифференциальное Уравнение Второго Порядка Сложнейшее Уравнение Сложнейшее И В общем Виде Оно до сих пор Не решено Книга Люцесиня Обратила Внимание Снова На эту Задачу И заставила Ученых Пересматривать И Дважды Было Добавлено Там По-моему В 17-м Году А в 23-м Году Собралась Целая Группа Там Из китайцев Японцев И Они Довели Количество Решений До 12 1400 Для равных Масс То есть Фактически Мы можем Утверждать Что в мире Где три солнца Люди Живут В хаосе Все Нормальные Ученые Появляющиеся И пытающиеся Предсказывать Что будет Тепло Или Холод Надо Сеять Или Надо Сеять Их Либо Убивают Либо Они Вырядят Клоунами То есть Наука Не может Начаться Потому Что Невозможно Создать Систему Которая Прогнозирует Что Будет А если Ты не Можешь То Что Правильно Физики Нет Вот Математика Есть Ближайшем Применении Биология Есть География Есть Все А физики Нет Потому Что Это Не может Дать Ответ На Элементарный Вопрос Когда Нам Сеять Когда Греться В домах Не Можешь Ответить Нафиг Ты Тогда Нужен А Все Остальное Про Атом Это Нам Не Надо На Элементарный Ответ Вопрос Не Отвечаешь Все Ты Не Нужен И В этом Смысле Мы Получаем Картину Где Три Тела Представляют Сво Хаос Вместе С тем Если Мы Посмотрим На Выстраиваемую Аллегорию Вынесенную Нами В заглавие Сегодняшнего Эфира Это Задача Трех Сил То Тут Мы Можем Кое Что Сказать Скорее Всего В мире В ближайшее Время Будут Три Силы США Китай Россия Три Претендента На Гегемонии Что Лучше Двуполярный Мир Холодной Войны Или Три Полярный Мир Предъядерного Предъядерной Конфронтации Что Лучше С моей Точки Зрения Возможно Неправильный Три Силы Лучше Чем Две Там Возникает Противовес Следующий Конкуренция Двоих Дает Шанс Третьему И В то же Время Третий Не Может Нарушить Равновесие Потому Что Два Других Его Достаточно Эффективно Удерживают И Так В Любой Комбинации Так Это Никсон Киссанжеров Треугольник Вот С этой Точки Зрения Мир Из Трех Сил Меньше Вероятность Ядерной Войны Имеет Чем Мир Из Двух Сил Поэтому Опять Таки Вопрос Украине А вы Готовы В своем Воображении Представить Что Россия Не Будет Распадаться Что Мы Не Будем До Устажать Что Не Будем Требовать От Нее Как Б Ограничения Устажения Ядерного Оружия Просто Понимая Что С точки Зрения Мировой Безопасности Нам Украине Так Лучше Понимая Что Распад Распад Для Украины Это Худший Сценарий Мы Это Понимаем Или Нет Ну Я Понятно Слышу Как Сейчас Кричат Что Это Московский Нарратив И так Далее Это Все Мы За скобки Выносим По Простой Причине Потому Что Это Не Московский Нарратив Это Нарратив Собственно Размышление О Как Лучше Для Мира Понятно Что Он Не Национальный Он Какой То Другой Мне Кажется Ты Опять Так Здесь Все Так Преувеличиваешь В каком Планице На самом Деле Есть Как И 40 лет Азад Есть Две Силы Есть Блуждающий Джокер В виде В виде России Все Это Третья Сила То Киссинджер Когда Договаривался С Китаем Который Был Самой Слабой Стороной В Этом Треугольнике Он Его Специально Усиливал Да Он Его Специально Усиливал Создавая Противовес России Да Создавая Противовес Советскому Союзу Вот Потом Китай Превратился В Намного Большую Силу Чем Сегодня Россия И Стал Превращаться В Проблему И Что Хочет Сделать Трамп Усилить Россию И Трамп И Штаты Играют В поиск Балансиров И На Балансиров У них Претендует Куча сил Индия Индия С которой Не пытаются То есть Идет Конкурс На Том Кто Будет Самым Главным Балансиров Либо Несколько Балансиров Россия Рассматривается Как Опция Мы Можем Враспас Мы же Недавно Индии Заявили Что Фу Фу Как Вы Можете С Россией Торговать Мы За Это Не Любим А Нет Чтоб Сыграть И Сказать Что А Давайте Вы Будете Одним Геомоном А Перестанете Играть С Россией И Как Был Мы Россию Заскут Это Заявление Ничего Был Не Я Не Я Об Игре Говорю Игра Это Не Заявление То есть Мы Могли Так Сыграть То есть Смотри На самом Деле Список Тел Намного Больше В Этой Конфигура Да Вот Это В нашем Тут 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 Идет Борьба За Третье Место Если Будет Четыре Силы Так Или Иначе Они Сведутся К Двум Будут Заключены Попарные Союзы Ну А вот Три Это Идеальный Валент Потому Что Попарные Союзы Заключаются Только Ситуационно И Они Постоянно Вот Так Переходят Три Это Идеальный Вариант Я Вот Про Это Ну Просто На Сегодняшний Момент Этот Идеальный Вариант Не Реализуем Потому Что Нет Третьего Равновесного Игрока Который Был Равновесить Эти Двум Значит Я Деревая Война Почему Опять Таким Советский Союз И США Вышли Как Б Вышли Из Этой Ситуации Потому Что Маневрируем Имеем Пример Для Двух Сил Выхода Из Этой Ситуации Для Трех И Больше Не Имеем Это Для Нас Ну Вызов Иного Уровня Так Поэтому Я же Говорю Что На самом Деле Сил Две Реально Сил Две Просто Идет Переконфигурация Всех Остальных В Такую Систему Союзов Которая Внесет Определенность Мой Тезис Что За Пределами Двух Тел Двух Сил Наступает Мир Хаоса У нас Пока Нет Никаких Уравнений Даже Дифференциальных Чтобы Это Описать Вызов Который Перед Нами Стоит Создать Такие Уравнения Создать Такие Гуманитарные Представления Которые Бо Позволили Играть С Миром Которых Более Двух Сил Мы Пока Не Умеем Потому Что Даже В математике Мы Не Можем От А тем Более Политики Так Смотри А зачем Туда Заходить Когда Ты Гарантированно Получаешь Хаос Если Ты Будешь Иметь Порядок В рамках Двух Двух Полярных Вот Это И Есть Выбор Отважиться Зайти В хаос Или Пребывать В двухмерном Порядке Так Смотри Ты Если Бо Дочитал Роман Ты Ты Б Это Ты Ты Узнал Что Трисолериане На самом Деле Не Не Юр Я Прочитал Синопсис Прочитал Не Не Надо Пересказывать Я Суть Говорю Трисолериане Поняли Что Они Не Могут Выжить В мире Трех Солнц Да Я Это Все Читал Им Нужно Сбежать На Землю Да И Это Три Силы Или Три Солнца Они Открывшуюся Возможность Вышли В Развитие В Другом Направлении Через Микрофизику И Через Микрофизику Начали Управлять Процессами Ну Ты Помнишь Да Там Сафоны Это Называется Через Микрофизику Да Достойный Выход Уважаю Трисолериан Но Мы Так Не Можем Мы Никуда От Вот Этих Крупные Сил Никуда Не уйдем Мы Мы Можем Выйти На То Что Я Всегда Говорю То Есть Провести Распад Всех Государств То Есть Просто Систему Сделать Микро Да Микро Группы Сетевая Топология Микро Группы Государств Нет Или Они Невлиятельны И Тогда Вероятность Атомной Войны Снижается Тоже Через Микро 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 Социальность Пойти Тоже Можем Кто Сейчас На Это Готов Все Штука На Крупники Смотрят Понимаешь А то Ли Украина Пойти По Микро Социальному Пути Громады Обустройство Громад Саморизация Готова Ну Понимаешь Война Показывает Что Атомания Против Трех Тонных Кабов Не Работает Ты Можешь Выстрелить Охранительную Атоманию Всех Лопцы Навчине И Атомания У тебя На Уровне Волонтеров Но Прилетает Трех Тонный Каб И Это Все Обнуляет Как Мы Потеряли Оборону Авдеевки Сырский Недавно Про это Заявил Честно Подозрения И Экспертные Суждения Были До Этого У многих Сырский Теперь Об этом Заявил Они Вот Этими Самыми Возможность Обороняться Вынуждены Были Отойти То Это Работает Если Не Повторили Это Раз Они Могут Повторить Это Несколько Раз Но Опять Это Все Купируется ПВО Это Кабы Не Являются Таким Явлением Это Вызов Мы Что-то Будем Думать Против Этого Но В Конечном Счете Бог На стороне Больших Батарьонов И Большой Драк И Большая Дубина Вот Против Этого Ничего Не Смотри Кореневский Правильно Пишет Если Украина Действительно Выходит За Предел Она Способна Дать Новое Видение Самой Стать Полюсом Притяжения Для Того Чтобы Выйти За Предел Мы Должны Простроить Интеллектуальную Цепочку Интеллектуалы На Уровне Придумывания Инноваций Изобретений Легитимация Их А значит Внедрение Выделение Под Стратегии Которые Создают Из Этого Применения Некий Долгосрочный Тренд На Каждом Шагу Интеллектуалы Только Ты Начинаешь Собирать Этих Интеллектуалов Из Харькова Из Днепра Ты Приходишь И Говорит А ну Какой Мов Не 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 Пока Пока Вот Эта Модель Которую Которую Ты Критикуешь Она Сама Сейчас Рассыпается Да Так Но Место Где Осознается Что Рассыпается Отсутствует Вот Мы Тут С тобой Сидим Про Это Базарим Кто Посмотри Да Это Очередные Москвороты Опять Что Рассказать И Все И На Это Все Заканчивается Подожди Но Не Опять Так Не Эти Люди Являются Точкой Сборки Потому Что Они Уже Проникну В Государственный Аппарат То Есть И Навязав Эту Модель Они Тем Самым Способствовали Ее Ускорению Ее Краха Вторая Республика Умирает В том Числе Потому Что Это Стало Ну Как Б Частью Официальной Диалоги Именно Поэтому Этот Кризис В котором Мы Находимся Он Открывает Как Раз Те Возможно Кореневский Потому Что Мы Понимаем Что Любой Исход Войны Точнее Не Любой Исход Войны Потому Что Есть Исход Тотального Поражения Я думаю Что Его Не Будет Вот Но Исход Войны В котором Украина Получает Позорный Мир Как Он Будет Трактоваться Хотя На самом Деле Это Не Будет Позорный Мир Это Будет О Чем Ты Говоришь Смотри Если Мы Это Уже Сейчас Поняли Почему Мы Сейчас Не Примем Те Условия Которые Нам Будут Навязаны В 2025 Году Ну То Что Что Было Понятно Я Про 2025 Год Говорю Уже Два Года То Для Меня Это Дата Окончания Войны Я Просчитал Что На Дольше Ресурсов И Любых Гуманитарных Военных Просто Не Хватает Если Мы Знаем Какие Условия Будут С Корейской Войной Все Понимали Весной 1951 Года Все Все Поняли Но Был Один Фактор Сталин Как Только Сталин Умер Через Несколько Месяцев Все Договорились Ожидаем Смерти Путин Потому Что В данном Случае Там Лежит Яйцо Кощея Кореневский Говорит Диндерланды Двадцать лет Терпели Поражение А после Филипп Морец Обращался К Юсту Липсию И понеслось Ну В смысле Что запустились Радикальные Изменения В этом плане Я не так Пессимистичен Как ты Потому что Опять Я не Пессимистичен Я сейчас Пытаюсь Размышлять И показываю Предельные Ситуации Которые Для меня Неприятны Но Когда я Показываю Неприятные Ситуации Это Не значит Я к ним Прикреплен И преследую Именно Их Я показываю Что У вас Есть Такие Вещи Они Неприятны Но Вы Туда Идете Я Туда Не Хочу Вот Про Что Я Наоборот Оптимист Мы Сейчас Со Многими Людьми Проговариваем И говорим Что Идентичность Сборки В ближайшие Годы Это Отнюдь Не Будет Страна Отнюдь Не Будет Нация Это Не Будет Как Бы Культура Тут Такая Вещь Как Город Интеллектуальная Микрогруппа Проект Программа Вот Это Будут Такие Идентичности На Ближайшие Десятки Лет Для Украины Тут Спрашивают Когда Будет Рестович Рестович Будет В 17.00 В воскресенье Я Его Сегодня Приглашал Но Не Мог У него Какие Перелеты Там И Соответственно Он Просто Не Вписался Но Будет 17 Соответственно Я С ним Эфир Проведу И Может Быть Мы Рефлексии Какие Сделаем На То Что Здесь Сказали Смотри Здесь Я бы Хотел Еще Затронуть Баркара Поднять У него Там были Интересные Тезисы Которые Для Украины Как раз Очень Полезны В контексте Задачи Трех Тел Баркар Говорит Что Мне Кажется Главный Посыл В этом Блуждании Между Тремя Березами Или Трех Соснами На Фоне Подобных Аонологий Попросту Потерян А он Достаточно Прост Первое Враг Наблюдает За нами Постоянно Второе Его Планы Не ясны Третье Имея Возможность Нас Уничтожить Мновенно В нашей Реальности Это Ядерное Оружие Он Этого Не делает Боится Других Цивилизаций Простите Ядерных Стран Это Гипотеза Четвертое Он Видит Все Что У нас Говорится Происходит И так Далее Все Как На ладони Пятое Любая Наша Победа Не несет Для него Стратегической Угрозы Шестое Честно Рассуждаю Он Признается Что Стратегически Концептуально Он Проиграл Само Начало Войны С Украиной Методом Вторжения Фиаско Большой Войны С Европой Куда Наша Встроена Как Ключевой Элемент Седьмое Главная Задача Врага В таком Случше Обеспечить Невозможность Нашей Победы В долгосрочной Перспективе Не делая Спойлеры На романы Лю Просто Отметил Что В нашей Реальности Это игра На истощение Где При сопоставимом Технологическом Уровне Противостоят Нам В разы Больше Экономические Военные Технические Демографические Организационные Ресурсы И отсюда Как Можно Делать Стратегию Если Ты Концептуально В более Слабом Положении Любое Дальнейшее Действие Действие Ведет К ослаблению Ресурсов Вот Смотри Чего не говорит Баркар И что там Как бы Вывод Напрашивается Оттуда Все то Что Путин Говорит Что это Главная Цель Демилитаризация Нацификация Это все Наплевать И забыть У России Только одна Цель По отношению К Украине Одна Чтобы Украина Перестала Быть Антироссией Будем Мы При этом Милитаризированы Или Немилитаризированы Значение Будем Мы При этом Националистам Значение Не имеет Ему Важно Выбить Этот Ресентимент Потому Что он Понимает Если Вот Мы Получим Силу Они Вдруг Ослаблют И при этом Мы Будем Антироссией То Для Них Это Чревато Большим У него Одна Эта Цель Если Мы Принимаем Эту Цель И Говорим Да Мы Больше Не Будем Антироссией Попытаемся Бороться С Вооружаться При этом Мы Можем Делать Разные Другие Вещи Вступать ЕС Даже НАТО Это Значение Не Имеет Но Пустить Нас НАТО Имея Представление О том Что мы Антироссия Нет Здесь Я Просто Ответ Его Продиктую Потому Что Он Дает Ряд Соображений Которые Интересные Которым Стоит Прислушаться Так Секунда 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 Это Что Не Промотывается Хром Подвис Что За Это Потому Что У тебя Дел Да Почему Он Новый И Что Третий День Представляешь Новый Дел Подвис Это Не Дел Это Хром Подвис Нет Хром В остальных Ноутбуках Не Подвис Серьезно Абсолютно Это Ты Считаешь Это Проблема Дела Да Это Проблема Дел Короче Мы Выносим Дел С рынка Так Сейчас Пригружу Потому Что Очень Очень Хотел Этот Момент Как раз Раскрыть Так Сейчас Секунда Да Вот Сейчас Смотрите Значит Он Говорит Следующее Так Он Говорит Следующее С моей точки Зрения Реальность Такова Первое Воюет В первую Часть Украина Лема Если Она Воевать Не Будет И Не Будут В этом Помогать Но Могут Взамен Помочь В чем То Другом Ну Это То О чем Пишет Хаас Второе Реальность База Любой Самостоятельной Стратегии Если Не Признавать Реальность То Стратегия Не Будет Самостоятельной По Определению Третье Стратегия Построенная На Базе Реальности Предельно Минималистичной Я Бо Сказал Даже Пестимистичной Оценки Ресурсов Но Без Падания Взраду Плюсы Тоже Нужно Честно Учитывать Это Уже Е Слот Для Аукциона Среди Союзников Им Будет Проще Понимать С чем Они И Да Вообще Кто Украины В целом В этом Ключе Работа Союзники Является В том Что Союзники На Порядок Более Реалистичны И Прагматичны Со Всеми Оговорками На Их Общественное Мнение Веками Построенные Институты И Прочее Они Союзники Очевидно Не Будут Рисковать Ради Украины Своим Социальным Миром При этом Они Стараются Добавляться Своих Ни Наших Целей Ограниченными Средствами Плохо Конечно Когда У тебя Столь Прагматичные Друзья С другой Стороны Это Урок Для Взросления Украины Если Она Претендует На Субъектность Кроме Того Особенно Ключевой И Раздражающей Нашей Чертой В глазах Всяких Реал Политиканов В том Числе И Проукраинские Настроенных На Западе Является Отсутствие Иерархии Целей Исходя Все И Сразу Будьте Реалистами Требуйте Невозможного Так В духе 1968 Стоской У нас Вспоминают Сидящих В высоких Кабинетах Очевидцы Участники Тех Парижских Событий Но Самый Главный Сюрприз Состоит Конечно В том И Ровно В той Концептуальной Ситуации Голого Солдата Или Ногой Войны Если Хотите Находится И Россия В целом Выходи Стратегического Топика Позиции Асимметричного Баланса Ресурсов Сторон Лежит Именно В этом Кто Первый И Лучше Выстроит Новую Теорию Этой Нейквор Самое Замечательное Что У наших Союзников Ее Так же Нет А Кое Кто Как Израиль Столкнулся Со схожим Но Недитичным Классом Проблем Особенно Заинтересованным Я хочу Прорекомендовать Доклад Ренда Как раз По По Титаю Очень Очень Даже Да Я Даже По ссылке Зашел Да Да Я Прочитал Сережа Молодец Это хорошая Статья Смотри Я разверну Рассуждение Которое Я разворачивал У нас На закрытой Встрече Но я считаю Оно должно Публично Прозвучать Итак У нас Есть Украина Которая Менее Ресурсна Со Множеством Обид Исторических Надуманных И Действительных Обид На Россию Как Выходить Из этой Ситуации Потому что Мы же Не из войны Выходим Мы выходим Из Ресентимента Давай Посмотрим На то Как Вторая Мировая Война Породила Нынешнюю Эту Войну И Как Различные Стороны Пытались Это Преодолеть И Не Смоли После Второй Мировой Войны Брали У Юнга Интервью Где Его Спрашивали А Что Теперь Делать Он Ответил Принять Вину За Происшедшее Ну Что Теперь Делать Германия Принять Вину За Происшедшее Покаяться Искупить Вину Немцы Услышали Юнга И Именно Так И поступили Во первых Они Приняли Вину Они Покаялись Публично Поменяв Политический Ландшафт Полностью Произошла Деноцификация Они Искупили То есть Буквально Добровольно Взяли на себя Ответственность По Выплате Репараций И закончили Не воплачивать Извиняем Не ошибаюсь В 2017 Году Что Произошло При этом Это Очень Сильно Ослабило Германию В цивилизационном Плане Это Фактически Убило Ее Пассионарный Потенциал Он Обратило Германию В общем-то Вялых Людей Которые Мало На что Способны Они Не Вкладывают Пафос Не В теории Достаточно Мощные И Как бы Предполагающие Доминирование Или равновесие Не В концепты Технологические Которые Звучали В мировом Плане Не В очень Сильную Конкуренцию То есть Фактически Произошел Цивилизационный Надлом Германии Россия Поступила Правильно Прямо Наоборот Она Не Взяла На себя Ответственность За Пакт Молотова Риббентропа Она Сказала Что Она Воюет Не С 39 Года А С 41 Она По Прошествии Многих Лет И Даже После Перестройки Даже После Гласности Она Не Взяла На себя Ответственность За Послевоенное Принуждение Восточной Европы К Социализму К Граничному Суверенитету То есть Ни За Что Не Взяла На себя Вину Что Мы Имеем Мы Имеем Что Это Доминирование Или Гегемонизм Привело Ее К Сегодняшней Войне И Опять Таки Ставлю Вопрос А После Сегодняшней Войны Она Возьмет На себя Хоть Какую Товену Ты Понимаешь Дело В том Что Нельзя Если Мы Не Побеждаем Так Как Вот Германии Не Входим В Москву То Нельзя Будет Принудить Россию Взять На себя Вину Готовили Российские Интеллектуалы На Подвиг Да Вот Я Тут Я Без Ёрнич Не Говорю На Подвиг Взятие Вины Раскаивание И В каком То Смысле Пересмотра Совместно С нами Заметь Не Искупление То есть Не Откуп Да Мы Вам Заткнитесь А Совместно С нами На Равных Менять Мир Вот Если Так То Да Если Не Так Это Не Последняя Война То есть Мы Заходим Сейчас Если Россия Не Меняется В Следующий Виток Российско Украинской Войны То То Обратите Внимание Германия Взяла Вину Россия Не Взяла Вину В Одном Случа Это Привело К Одним Проблемам Другом Случа Это Привело К Другим Проблемам Но Германия Взяла Только Потому Что Она Была Вынуждена 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 Но Был же Момент И Поражение Советского Союза В Холодной Войне И Он Он Был Наказан Тем Что Рассыпался Но Россия Опять Таки Не Взяла Вину На Всем Вспомни На Всем Протяжении С 91 Года До Сегодняшнего Дня Россия Не Взяла На Себя Никакую Вину Не За Голод 33 Года Не За Сталинизм Который Она Тихонечко Реабилитировала Не За Действия В Отношении Чернобыля Да Вообще Ни Проблемы Она Не Взяла На Себя Не То Что Вину Ответственности Никакой Не Взяла И Это Дало Ей Силу Прийти К В Этой Войне К Этой Войне Выйдет Ли Она С Приобретением Когда Она Зашла Туда С Ресентиментом Нас Все Унижают И Даже Украина Потому Что Когда Ты Хоть Берешь На Себя Но Хоть Не Берешь Но Удерживаешь Ресентимент Это Убивает Мышление Вина Это Тот Женщик Только Обращенный Вовнутрь То Есть Так Ты Ненавидишь Врага А так Ты Ненавидишь Самого Себя Когда Ты Берешь Вину И Выхода Из Ресентимента Нет Если Ты Используешь Только Политические Средства Ресентимент Изживается Интеллектуально Ресентимент Изживается Несамостоятельно Совместно С теми С кем Ты В него Зашел Грубо говоря Россия Чтобы выйти Из Ресентимент По поводу Второй Мировой Войны Нужно Восстанавливать Равный Диалог С Украиной Польшей Прибалтикой И так Далее И так Далее Равноправный Диалог И внутри В дискуссии Преодолевать Это Вот Только Такой Путь Ну а теперь Скажи мне Пойдет Украина На Какие-нибудь Разговоры И дискуссию С Россией В ближайшие 30 лет Да не в жизнь Смотри Россия Ничего не будет Делать Пока Она не потерпит Сокрушительное Именно Вот и все Поэтому Именно И Украина Соответственно Не будет Идти на Такой Диалог Потому что В диалоге Смотри Европейский Союз Появился Как следствие Разворачивания Проекта Европейского Сообщества Угля и Стали На обломках Второй мировой войны Где Германия Которая Была Ключевым Элементом Значит Этого Сообщества Потерпела Сокрушительное Поражение Да И можно было Навязать ей Правила игры А теперь Смотри Что сейчас происходит В Европейском Союзе Там Да Германия Я не согласен На том Что они полностью Потеряли Свою субъектность Они Я не сказал Что потеряли Субъектность У них Произошел Цивилизационный Надлом Но субъектность В зависимости От того или иного Политика Они могут Перехватывать У них Произошла Мутация Связанная С тем Что они Оказались В ситуации Принуждения И они Нашли Модель Которая В условиях Принуждения Дала им Возможность Чувствовать себя Хорошо Вот Но Как только Принуждение Начало Ослабевать Да Они Сейчас Начали Себя Искать И поэтому Вопрос А не вернется Лили Германия К рессентиментальным Каким-то вещам Несмотря Да И это Кстати Один из самых серьезных Потому что Стратегия Польши В том числе Стоит на том Что Германия Может вернуться К старым практикам И опять Разделить Вместе с Россией И поэтому Они как бы Должны этот фактор Учитывать Но с другой стороны Польша сама Находится в своих Рессентиментах Да Сильнейшим Да И это сейчас Очень хорошо Проявилось И собственно Говоря В этом плане Опять-таки Возможно Вот Если мы уже Войдем В эту ситуацию С рессентиментом Относительно России То это будет Нас Значит Войдем Мы там уже Давно Это нас будет Глубоко Отравлять Как бы Там Следующие А ты имеешь Ввиду На новый Ресок Да На новый Виток Рессентимента Да Заметь Даже если Россия Ничего не будет Делать По отношению К нам Это Настолько Будет Отравлять Нашу жизнь Что мы Просто Не сможем Восстановиться Потому что В рессентимент Не вернутся Люди Из Европы Даже Если Оттуда Будут Выходить Из рессентимента Другие страны Просто Уедут Из рессентимента Убежит Еще Значительная Часть Интеллектуалов Из рессентимента Убежит Молодежь Это Я Просто Прямо Говорю Как Прогноз Что Будет Если Рессентимент Не прекратить Молодежь Не собирается В этом Бориться Она Скажет Просто Ну Вы Ненавидите Ненавидите Ну Мы Не Хотим Жить Сука Я Вот Просто Терпеть Не могу Таких Дебилов Которые Тоже Второй Пишет Речь Черчилля Была В 46 Облакада Берлина В 48 49 Экспресс Да Мы Знаем Это Когда Была Речь Фултона Мы Просто Держим Всю Конструкцию Как Бы Ходим Туда Назад Обратно Потому Что Если Мы Начнем Отсылать Вас Каждой Дате В Которая Присходила То Чтобы Было Понятно Черчилль Уже Увидел Эту Политику Сталина Обращаю В Это Время Он Не Был Премьер Министром Он Написал Черновик Переправил Сказали Да Годится Можете Приехать Прочитать Я Это Прочитал Буквально На днях Перечитывал Прекрасно Знаю Как Это Все Было Устроено Да Помню Знаю И Что Это Ничего Не Меняет Модели Если Мы Не Называем Какие То Даты И Так Далее То Мы Называем Не Потому Что Как Бы Их Не Знаем А Потому Что Мы Говорим О Логике Процессов Они Потому Что Я Сейчас Начну Приводить Тот же Самый Китай С 1949 Годом И Что Там Происходило На Восточном Фланге Короче Для Тому Чтобы Не Уходить В Задача Трех Сил Которую Я Поставил Ты Говоришь Их Будет Больше Но Фиг С ним Назовем Там Задача Сил Больше Двух Решаема Она Или Не Решаема Для Нас Это Вызов Потому Что Если Как Был Мир Крепостей Караганова С Ядерным Оружием То Это Задача От Трех До Пяти Сил Не Это Больше Смотри Караганов Модели Следующие Почему Как Раз 25 Год Важен Потому Что 26 Году Они Должны Со Штатами Договориться По Поводу Ну Собственно Горя Ядерного Паритета Да И Продлевают Они Либо Не Продлевают Договоренности Единственное Которых По Большому Чету Осталось Которые Были Сформированы 70 80 Годы Соответственно Штаты Не Заинтересованы В том Чтобы Увеличилось Количество Ядерных Сил Русские Шантажируя Штаты И Стараясь Привлечь На себя К себе Союзников Со стороны Глобального Юга Они Играются В эту Игрушку Что Давайте Саудовская Аравия Иран ЮАР Бразилия Ряд Стран Получат Еще Ядерное Оружие И Вот Это Будет Настоящий Миропорядок Но Тогда Русские Заходят На поле Где Они Теряют Часть Своего Важного Пакета Который У них Сегодня Есть А у них Этот Пакет Напрямую Завязан Только С наличием Ядерного Оружия И Тех Договоров Которые Были Сформированы Тогда 40 лет Назад 40 И Больше Соответственно Если Им Удаётся Договориться Со штатами По поводу Паритетов И Китай Который Стремительно Наращивает Производство Ядерных Боеголовок И За Пределами Этих Соглашений То есть Китай Тоже Нужно Обвлекать То Тогда Всё Пойдёт По Пути Государств Крепостей Где Условно Говоря 20 Ядерных Держав Будут Определять Мировой Порядок И Со Всеми Рисками Вытекающими Для Мира Вытекающими Из этой Модели Если Они Договариваются Русские С Американцами Договариваются И Китайцами По поводу Некого Ядерного Паритета Вот То Тогда Будет Как бы Это При условии Что Если Не Возникает Чёрный Лебедь Или Даже Красный Лебедь Который Обнуляет Значение Ядерного Оружия А Такое Возможно Мы Убываем Сейчас Очень Сильно На Ядерное Оружие Потому Что Пока Нет Менее Загрязняющего И Более Сильного Оружия Ну Что Я Вижу Например Нанотехнологическое Оружие Оружие На основе Искусственного Интеллекта Которое Не Контролируется Не Обнаруживается И так Далее То есть Есть Масса Направлений Виртуальное Оружие Есть Масса Направлений Которые Могут Быть Не Менее Мощными И Предельными Не будем Варить Разрушительными Не Менее Мощными И Предельными Чем Ядерное Оружие Ядерное Разоружение В условиях Катастрофических Всяких Последствий Которые Демонстрируют Его Применение В этом Плане Россия Может Выступать В качестве Застрельщика Которого Ну Который Покажет Почему Необходимо Разоружиться И почему Ту же Саму Россию Необходимо Разоружить И потом Разоружаться Всем Остальным Потому что У таких Игроков Как Штаты Либо Китай Есть Наработки Связанные С Это Кстати Еще один Еще один Вариант Но Для меня Понятно Что Мы входим В мир Хаоса Который Упорядочить Существующими Средствами Математики Гуманитаристики Физики Биологии И так далее Пока Невозможно Мы будем Стоять Перед этим Вызовом Достаточно Долго То есть Эпоху И Как бы Разные В мире Силы Страновые И не Страновые То есть Это могут Быть И интеллектуальные Группы Это могут Быть И сети И искусственные Интеллекты И иные Существа Будут Поставлены Перед Необходимостью Осознать Эти Проблемы И как-то Подступиться К ним Но Как бы Мир Ядерного Страха Практически Дошел До конца Так Или Иначе Страх Будет Уничтожен Либо Путем Ядерной Войны Либо Путем Обнуления Этого Значения Плюс Мы же Практически Не говорили Об Искусственном Интеллекте То Что Мы На Закрытой Встрече Говорили А Это Есть Тот Вариант Который Да Один Из Вариантов Ну Все Так Что На Закрытой Встрече Мы Разобрали Чего Мы Не Будем Рассказывать Да 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 Ну Что У меня Все Если Есть Там Какие-то Вопросы Могу Поотвечать Но В целом Виктор Корниевский Ну Так Сергей Аркадьевич Сначала Говорит Что Украине 30 Лет Нечего Летти Сейчас О Самом Жареном Пятуке Так Это Исторожно Способно Прозвойти А дальше Самые Возможные Сценарии Не Понял Пафосом Вопроса Ну Мне Кажется Что Россия Евгений Не Заинтересован В отдаче Яу Потому Что Это Главные Козы В связи Со Слабой Конгресс Конечно Я Об Эмин Именно Поэтому Им Необходимы Переговоры В 25 Году Со Штатами По Поводу 26 Года За 25 Они Договориться О 26 Вот Поэтому Ну Тут Как бы Так Сейчас Виктория Пишет Сейчас История Расширяется Показывает Ответственность Европы За поддержку Гитлеровского Режима Конечно Германия Надломилась За Ответственность За Всех Ну Да Ну Собственно Говоря Европа Надломилась По Итогам Двух Мировых Войн Не Только Германия Все Надломились Вся Европа Надломилась И Британия Надломилась И Франция Надломилась Поэтому Италия Так что Это Не Только Был Вопрос Германии Виктория Кушнев Диалог Можливый Только Если Стороны Бажают Размовляти РФ Не Бажает Размовляти Они Хочут Значить Украину Самое РФ Е Анти Украина Ну То Есть Как Бы Когда Ты Говоришь Что Изначально РФ Заточено На То Чтобы Интегрировать В себя Украину Возникает Вопрос Это Анти Украина Или За Украину А Украина Хочет Убежать От России Это Как Это Анти Украина Или Это Анти Россия Или Без России Что Это 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 Вопрос Семантики А теперь Вопрос Это Откуда Кто Инициатор Этого Ты Можешь Брать Любую Точку И у Тебя Может Получаться Один То Другой Инициатор Ты Можешь Взять Точку Голода 33 И сказать Это Россия А Можешь Взять Точку 18 1918 Года Когда Государство Скоропадского Преобразовалось В УНР И так Далее Сказать Это Украина Потому Что Скоропадский Он же Не Антироссийский Он пытался Удержать Это Равновесие И тут Как бы Прямым Захватом Приходит Петлюра Которая Заворачивает Это Тогда Не Россия Это Тогда Украина Если Ты Возьмешь Ту Леную Точку То Ты Как Б Просто Вот У тебя Меняются Они Местами Какую Точку Не Возьми Местами Меняются А 43 Год Это Кто Бандера Это Кто Это Россия Какую Точку Не Возьми Это У тебя Меняет Виноватого Понимаешь В этом Смысле Я и Говорю Это Зеркальный Ресентимент Тут Нет Инициатора И нет Ответчика Можно Взять Богдана Хмельницкого Когда Мы Вообще Заключили Этот Договор Тогда Богдан Хмельницкий Во всем Виноват Или Давай Катимся Еще До Владимира Князя Кто Будем Искать Виноватого Ну А если Поставить Как бы Прокоповича И так далее Так Это Вообще Наш Проект То есть Вот Эта Попытка Искать Виноватого Она Контрпродуктивна Ничего Не Дают Есть Отношение Оно Ресентиментальное Это Зеркальный Ресентимент Искать Виноватого Это Длитель Ресентимент Чтобы Решить Ситуацию Надо Выскочить Из Поиска Виноватого Пока Ты Ищешь Виноватого Ты Продолжаешь Войну Из Которой Выхода Нет Внутри Ресентимента Потом Люди Которые Говорят Ну Это Россия Во Все Виноват Ну Да Все Значит Все Ребята Детям Своим Говорите Что И Они Воевать Будут Штейнбок Нынешний Супер Кризис Вызван Тем Что Мы Живем В Эпоху Когда Переход К Новые Парадигмы Мышления Человека Накладывается На Переход Пятого Шестого Технологического Уклада И Накладывание Тех Двух Переходов Друг На Друг Друг На Друг Дают Мультипликацию Неопределенности Коортины Будущего Для Всех Социальных Страт И Групп Влияния Не Говоря О Простых Обывателя Поэтому Мы Видим Подъем Консервативных Течений По Всему Миру Поэтому Мы Видим Стремление Ловить Рыбку Аналитическое Прогнозирование Это тот вид Прогнозирования Который Я не люблю По той простой Причине Что вот эти Все слова Которые Якобы Все объясняют На самом деле Ничего не Объясняют Соотношение Левой Правой Технологические Уклады Это все Из-за Аналитического Прогнозирования Это ничего Не дает Пока Ты находишься В этой Модели Что бы ты Не применял Прогнозирование Аналитику Дискурс Который Используется Ты ничего Не видишь Чтобы что-то Увидеть Ты должен Подняться На шаг Выше Вот мы Сегодня Попытались Взглянуть На цивилизационный Момент На вот этом Уровне Поговорить Нет Давай Опустим На низ Давай Прогнозирование Технологические Уклады Технологические Уклады Создают Теорийные Цивилизации Если Они Не в состоянии Удерживать Горизонт То Технологические Уклады Либо Уходят Вообще Либо Меняются Принципиальным Образум Например Технологии Переходят Из укладности В много Укладности То есть Такая простая Мысль В голову Человеку Не приходит И он Начинает Анализировать Что Есть Некие Уклады Ты Должен С третьего Попасть В четвертый Из четвертого Пятый Из пятого В шестого А даст Бог То Даже В седьмой Заглянуть Это Это Вот Это Сценирование И такое Прогнозирование Это Ну это Двадцатый Век Кто Между Войной И позором Получает Выбирает Позор Тот Получает И войну И позор Черчилль Ну Черчилль Немножко Не так Говорил У нас Был Выбор Он Приблизительно Нечто Говорил Но в конце Концова Было Сведено Что У нас Был Выбор Между Позором И войной Мы Выбрали Позор И даже Вот Этого Окончания Что Потом Получим Войну В оригинале Не было Это А потом Уже Дописали Когда Его Цитировали Не Ну Я Просто Вот Да Да Я Вот На Эту Цитату Хорошо Натяну Финляндию Вот Финляндия Принимает В сорок Четом Году Приходит К ситуации Поражения Когда Видишь Ну Все Корелии Да Корелии Ее И так Далее Ну Вот Она Выбрала Реальность Которая Она Потерпела Поражение И Потеряла Лицо И Потеряла Лицо Ну Спустя Сколько Там Лет В прошлом году Финляндия Становится Членом НАТО И Является Самой Счастливой Страной По Ну Как бы По Замерам По Замерам По Индексу Вот Знаете Что будет парадоксальным Даже Если Мы Победим И Поставим Ну Жавто Блокетный Прапор В Москве Мы Не Будем Счастливы Потому Что Счастье Это Не Не Вопрос Достижения Счастье Это Внутренняя Ориентация Украинцы Не ориентированы На счастье Не ориентированы На рессентинг Шохрат Юлдашматов Из Центральной Азии Пишет А есть ли в РФ Силы Которые готовы Двигаться По логике Сергея Аркадьевича Не силы А Потенциальные Единицы Которые При Очень Особых Условиях Могут Стать Силами Но Так Как Сегодня Идет Ситуация Пока Возможность Нам Проводят Финляндию Как Прыклад Деючи Протележно Ну Так Потому Что Это Как Раз Я Когда Баркара Зачитывал Выкладку Из его Статьи Которую Советую Всем Прочитать На хмыле Стоит Сейчас Заглавно На самом Верху Уже Правильно Говорить Что Первым Шагом К правильной Стратегии Является Четкое Принятие Реальности Реализм Отталкиваясь От которого Ты Можешь Выстраивать Какую-то Конструкцию И более того Реалистичность В этой Конструкции Она тогда Начинает Оцениваться Партнерами Как Приемлемая Потому Что Они Понимают Что Ты Способен К рациональному Диалогу С ними И Следовательно Тебя Можно Учитывать И твои Аргументы А когда Ты Ну Как Отличная Статья Сережа Баркар Как Участник КДКД Отлично Сережа Пишешь Да Молодец Молодец Он Десять лет Не писал Да Взял Написал Через Десять лет Написал Красавчик Пишешь Да Вот Еще Виктор Аксалов Румыния Проиграла Все войны А территории Только Увеличивались Ну По крайней Мере Ключевые Войны В 20 Веке Первой Во второй Мировой Войне Румыния Проиграла Но Тем не менее По Трианонскому Мирному Договору Два раза Увеличила Свою территорию Потому что В последний Момент Последний День Прыгнула Первой Мировой Войны Объявила Германия Войну Которую Проиграла В 1916 Году Вот Была Под оккупацией Фактически Но Вот Оказалось В лагере Победителей В последний Момент А Венгрии Не дали А Венгрии Не дали Да Она Тоже Хотела Кстати Прыгнуть Да Вот Поэтому Многому Можно Научиться Если Если Мыслить И Читать И Правильно И правильно Сделать Это И правильно И Правильный Придти Правильным Стратегиям Ну что Там У тебя Дальше Монин Я Откраниваюсь Да Монин У нас В 19.00 У нас Сегодня Еще Владимир Шевченко И Андрей Саварис На 20.00 А Следующая Тема Это Данил Монин Разберем Ошибки МВФ Вот Будет Тема Тоже Такая Актуалочка Которую Он Пару дней Назад Пообещал Разобрать Как раз Тоже Будет Картина Маслом Через Цифры И В 20.00 Операция Крокус Последствия Для России Наши Выдающиеся Конспирологи Мы Дальше Разберем Эту Ситуацию Потому что Неделю Назад Просто В прямом Эфире У нас Произошло То Что мы Разбирали На уровне Теории Произошло Прямо Во второй Части Эфира Как бы Практически Вот Поэтому Два эфира У нас Еще Сегодня Сергею Аркадьевичу Огромное Спасибо За Традиционный Праздник Мышления Так что Лайкать Эфир Разгонять Его Сергея Аркадьевича Рекомендовать Не нужно Он есть В фейсбуке Иногда Пишет Иногда Пишет На Ваши Юра И Серега Пока Пока